Люберецкие госавтоинспекторы провели оперативно-перофилактическое мероприятие «Детское кресло». В ходе массовой проверки транспорта осмотрено более 200 автомобилей. Об итогах расскажет Богдан Колесников. Мероприятие направлено на предупреждение и пресечение нарушений правил перевозки детей в автомобиле. Водителям выдают памятки с информацией, до какого возраста нужен бустер и детское кресло, и со скольких можно ездить на переднем сидении автомобиля. Маленьким пассажирам дарят светоотражающие браслеты и брелоки. Здоровье, безопасность моего ребёнка – это очень важно для каждой мамы, для каждого папы. Призываю всех родителей, чтобы обязательно кресла детские имели, и если на переднем сидении, чтобы ребёнок был пристёгнут. Но статистика показывает, что сотни детей получают тяжёлые травмы только потому, что родители не считают нужным пристёгивать их в поездках ремнями безопасности. Накануне Нового года было ДТП с несовершеннолетним пассажиром, который получил травмы различной степени. Ребёнок пострадал из-за того, что ремни были неплотно закреплены. Родителям и родственникам, которые перевозят несовершеннолетних пассажиров, я хочу напомнить и призываю не просто попросить ребёнка пристёгнуться, а проконтролировать детское кресло, как оно закреплено, и наличие ремней. Пристёгнуты они, не пристёгнуты. За административное правонарушение придётся заплатить 3000 рублей. Но водителям стоит бояться не штрафов за отсутствие специального детского кресла, а последствий, которые могут возникнуть при ДТП. Ребёнок – это самое главное. Поэтому кресла, ремни, они придуманы для того, то есть были неприятные моменты на дорогах, нехорошие ситуации, и поэтому создали такое правило, чтобы эти ситуации не повторялись. Такие массовые проверки в Люберцах проводят регулярно. Статистика показывает, нарушителей стало меньше. За прошедший рейд не выявлено ни одного. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.